Я хочу пригласить выступление очень классного человека, удивительного. Мы несколько лет пытались организовать его приезд в нашу страну, и, естественно, когда мы дождались санкции, мы договорились, и Марк смог приехать к нам. Марк Этервейн – владелец компании Action Marketing Works. Марк, бывший, много лет возглавлял направление продаж и маркетинга одной из крупнейших сетей в Великой Британии – View, очень креативной сети, и очень многие креативные вещи, которые сеть реализовывала, были сделаны руками Марка. Марк поделится с нами некими принципами основными в киномаркетинге. Пожалуйста, тут можно здесь. Наушники, кто плохо говорит по-русски, мы можем. Спасибо, Олег. Как дела у всех? Доброе утро. Слышал вчера про вашу эпичную вечеринку. Уверен, водка лилась рекой. Передо мной сейчас стоит достаточно тяжелая задача. Нужно рассказать о киномаркетинге всего за 15 минут. Обычно это у меня занимает дня три или два. Поехали. Вот несколько идей эффективного маркетинга, которыми я хотел с вами поделиться. Пожалуйста, следите за слайдами по мере моего рассказа. Ключ к эффективному маркетингу, к нашему бизнесу, это стараться взглянуть на вещи внутри вашей компании свежим посторонним взглядом. Другими словами, как вас видят ваши клиенты? Вы сами бы у себя купили, как вам ваши собственные услуги? Как вам ваши же цены? Насколько ценным вам представляется ваше собственное предложение кинопродукции? Все-таки мы слишком часто зацикливаемся сами на себе, на собственном бизнесе забываем про людей, про клиентов. Поэтому, повернувшись к клиенту лицом, сделав его фокусом в вашей деятельности, позволит осуществить качественные перемены. Хотелось бы пару слов посвятить брендам. Мне кажется, в кинотеатрах этого не хватает. Мы прекрасно знаем, как управлять кинотеатрами. Хорошие здания, огромные экраны. Но не хватает чего-то личного, человечного. И сколько наших зрителей реально вспоминают сам кинотеатр? И те ощущения, которые они там испытали, а не только кино, которое они только что посмотрели. Многие идут чисто на фильм и говорят только о фильмах, а надо говорить о кинотеатрах. И мне представляется это несколько обидным, поскольку столько нами тратится средств и усилий на инвестиции в недвижку, в технологии, и маркетинг, мне кажется, как раз и может послужить создание этого самого опыта похода в кино, новых ощущений, которыми захочется делиться с другими. Что это за опыт? Я говорить сегодня не буду, времени не хватит. Но, проведя столько лет в этом бизнесе, будучи маркетологом, хотелось бы отметить, что этот опыт становится единообразным. Кинотеатры мало отличаются друг от друга. Хорошо это или плохо? Честно говоря, мне кажется, не очень. Мы скоро можем перестать отличаться друг от друга вообще. И в последние пять лет мы чересчур зацикливаемся на технологиях. Именно на них мы полагаемся, чтобы выделиться среди других. Сначала мы все перешли на цифру, потом были споры, что лучше 2К или 4К. Сейчас все говорят про звук, появился атмос, лазерная проекция. И по мере улучшения технологической сферы, реальное преимущество, которое благодаря ей получает наш клиент, нивелируется. По большому счету, наши инвестиции не сильно окупаются. А финансировать эти технологии приходится именно нашему клиенту. И мы действительно слишком зациклились на технологиях. Теперь про бренд. Мы все занимаемся одним и тем же высокотехнологичным бизнесом. У нас у всех есть экраны, проектора, новое кресло. Кто-то пытается выделиться с помощью IMAX технологий, кто-то установил у себя лазерную проекцию, кто-то поставил себе атмос и т.д. и т.п. Но с точки зрения маркетинга, нужно понимать, что у вас за бренд. Необходимо найти нечто такое, что действительно вы можете защищать, как ваше уникальное преимущество, что-то, что присуще только вам. Это ценно не только для ваших клиентов, но и для самого вашего бизнеса, потому что позволяет усилить лояльность зрителей и регулярность посещения кинотеатров. Это делает их более расточительными и любящими кино еще больше. На графике показана моя главная мысль. Я рассказываю о своем опыте. Наши клиенты в половине всех случаев не знают, что мы им предлагаем. Нам кажется, что клиент хорошо знаком с нашим бизнесом. Нет, не знаком. Я даже знаю некоторых сотрудников кинотеатров, которые сами не знакомы с репертуаром на эту неделю. Поэтому наши зрители не знакомы. И со специфическим языком, который мы используем. Стадионная рассадка, концессии. И мне кажется, нам нужно обучать своих зрителей. Чем больше они о нас знают, чем больше они понимают о нас, тем более они будут склонны что-либо купить. Тем самым мы будем создавать спрос и потребность. И мне кажется, что тема воспитания клиента далеко не исчерпана. Далее, что касается визуальных изображений. Креатива. Нам всем нравятся красивые картинки. Но мне кажется, больше времени необходимо уделить вопросам донесения до зрителей основной идеи этого креатива. Креатив должен быть офигенным. Не заурядным, а очень хорошим. Слова, которые вы используете, дизайн. В этом направлении, мне кажется, мы не дорабатываем. Мы хотим создавать дополнительную ценность, вызывать страсть, привлекать людей. Нельзя просто поставить слово 4К, логотип 4К рядом с хорошим фильмом и ждать, что сейчас же выстроятся очереди людей в кассы, не понимая, что такое 4К и с чем его едят. Но мы и так поступаем. Это прекрасный пример креатива. Все, что должно быть в хорошей рекламе. Six Appeal. Призыв к шестому чувству. Мне это очень нравится. Я уже хочу слюнями истекать. Оттуда веет страстью. О цене я еще ни слова не сказал. Так же, хотелось бы сказать, что хороший кинотеатральный маркетинг также позволяет показать, насколько вовлечены ваши клиенты в бизнес. Одна мысль пришла мне в голову, я ее представлял на Синемаконе несколько дней назад. Если кто-то ходит к вам в кино 6 раз в год, то они тратят на вас 20 часов своего свободного времени. Да? А сколько всего свободного времени у вас в год? Люди, которые проводят в наших кинотеатрах по 20 часов в год, они реально вовлечены в наш бизнес? Честно говоря, не думаю. Хороший маркетолог должен эти 20 часов увеличить до 24. Это, по большому счету, еще по одному походу в кино в год. То есть нужно найти еще 4 часа в жизни человека и забрать их себе. Сравнивать это с просмотром телевидения в России. В 70 раз больше времени на это россияне тратят времени. Получается, что мы конкурируем с телевидением. Конечно, мы не стремимся к этому. Мы боремся за время. Мы боремся за время отдыха людей. Еще что должен знать хороший маркетолог, и что он должен делать? Превращать спрос в покупки. Конверсия. В прошлом я занимался одной конкретной работой и читал об этом статьи. Когда вы общаетесь с людьми, да? Сколько из них говорят, что реально хотят посмотреть какое-то кино? Но уже слишком поздно. Сняли с проката. Фильма больше не показывают. Или человека что-то отвлекло. Я не знаю. Траву надо было подстричь на газоне. Машину помыть. Но ведь это называется спящий спрос. Ведь эти люди уже решили посмотреть кино в вашем кинотеатре. И мне кажется, треть всех потенциальных билетов на фильмы не реализуется. Спрос не реализуется. То есть, мы тратим огромное усилие на создание интереса, но в конкретные действия мы этот интерес не превращаем. Страсть разжигаем, но ее не удовлетворяем. Теперь о статистике и ценообразовании. Я написал статью и представлял ее в этом году на Синемаконе. Ценность каждого зрителя для нас в течение всей его жизни за вычетом эксплуатационных затрат, зарплаты персоналу и прочее, с учетом проката кино и НДС и всего остального, чистыми. 1600 долларов США в течение 30 лет. Понятно? То есть, как маркетолог, я хочу, чтобы эта цифра стала не 1633, а 2000 долларов США. И это линейный процесс, он не такой простой, требуется время. И если у вас эти цифры есть под рукой, у вас, у маркетологов, то с ними уже можно работать. Мы говорили о ценообразовании минуту назад. Правильная цена, это очень-очень-очень важно. Потому что правильная цена способствует спросу, созданию ценностей и потребностей купить, вызывает желание и приводит к действию, если у вас хороший бренд, с правильным ценностным предложением, прекрасным сервисом, все при вас. Тогда и цена не будет столь влиятельным фактором. Я проделал большую работу с большим количеством кинотеатральных сетей в Великобритании по ценообразованию. Сложные аналитические проекты, многоуровневая аналитика. Работа со спросом даст вам как минимум 3-5% прибыли. И для этого требуется от 3 до 6 месяцев, как правило. Итак, цена — это важный инструмент, связанный со всем остальным. Вот пример. У кого-нибудь из вас есть такая машина? Хотите ее? Почему я это показываю? Потому что наша оценка чего-либо — это субъективная категория, очень личная. Кто-то может сказать, что тратить столько денег на машину — это безумие. Четверть миллиона долларов. Я думаю, они правы. Но... Я, кстати, перегибаю. Но если кто-то очень и очень любит такие автомобили и может себе их позволить, он ухватится за это предложение всеми руками и ногами. Я играю на гитаре. И мне кажется, 2000 фунтов за гитару — это копейки. Но тот, кто только начал играть на гитаре, может посчитать меня безумцем. Хороший маркетинг позволяет разжечь страсть и любовь к чему-либо. Чем больше страсти и любви, тем больше ощущение ценности. А чем больше ощущение ценности, тем менее зрители будут переживать из-за цены и станут ходить чаще. Несколько слов о маркетинговых тенденциях. Здесь мы показываем Россию и основные тенденции в этой стране. Что хотелось бы сказать? К сожалению, демографию мы изменить не можем. Население такое, какое оно есть, но мы можем создать тот продукт, который подходит именно для этой демографии и с помощью маркетинга предлагать им его целенаправленно и меняться по необходимости. Какие тенденции? Стареющее население. Ниже рождаемость. Нам приходится теперь больше зависеть от других возрастных групп, непривычных нам ранее. Наши предложения и услуги должны адаптироваться к этим тенденциям. Тинейджеры проседают. Это плохо. Потому что такая ситуация будет продолжаться в течение следующих нескольких лет. Что это значит? Меньше тинейджеров, меньше потенциальных зрителей в кинотеатрах. Это своего рода возрастной кризис. Поэтому наша задача, чтобы эти тинейджеры были беззаветно нам преданы и ходили даже чаще, чем раньше. Это важный момент. Итак, у меня осталось 6 минут. Сейчас хотелось бы поговорить о времени концентрации внимания. Эффективный маркетолог помнит, что у зрителей, у людей, очень небольшой промежуток концентрации внимания. Меньше, чем у карпа. То есть вы меня перестали слушать уже после первых секунд моей презентации. Что, конечно же, проблема. Но тинейджеры сегодня могут похвастаться только 10 секундами времени концентрации внимания. А в следующем году, может быть, даже 7. Почему это важно для маркетинга? Потому что у меня не так много времени, чтобы привлечь чье-либо внимание и что-нибудь им продать. То есть я должен показать все, на что я способен. За это короткое время. В среднем на просмотр страницы в интернете тратится 4 секунды. Зайдите на ваши странички в интернете и посмотрите, что вы успеете за 4 секунды там прочитать. Когда вы крутите длинные трейлеры по 2,5 минуты, многие выключают его через 10-20 секунд. Первые 10-20 секунд любого видеосообщения это самое важное время. Мы говорили о сегментации. У вас должна быть стратегия сегментации. Те сегменты, которые я показываю сейчас на слайде, мне представляются наиболее важными. Вы можете включить и другие. По каким категориям делим? Демография. Да, это взрослые, тинейджеры, старшее население. Об этом мы говорили с утра. География. Чувствительность по отношению к цене. Кто-то может позволить себе чуть больше, чем другие, и надо заботиться и любить всех. Потребительское поведение. Средний чек на эту категорию зрителей. В консессион. Предпочтение по репертуару. Какие фильмы им нравятся. Можно ли этих зрителей апгрейдить? Можно ли заставить их потратить больше, продать вип-места и так далее. Если вы эти вещи понимаете, знаете своих клиентов, ведете статистику и базу, то такая бизнес-аналитика станет мощным инструментом вашего бизнеса. И в маркетинге вы это тоже можете использовать. И еще один момент. Сегментация приводит к персонализации. То есть, если я зашел на ваш веб-сайт, я хочу видеть только те фильмы, которые интересны мне, а не вам. Я не хочу их искать, я хочу, чтобы мне их преподнесли. Причина заключается в том, что веб-сайт может узнавать меня, узнавать мой пользовательский IP, и я потом смогу видеть уникальный, созданный, лично для меня сформированный контент. Личные, персонифицированные рекомендации это прекрасный инструмент. Развивайте его. Хороший маркетинг предполагает персонализированное предложение киноконтента, чтобы люди находили то, что не предлагается нигде еще, и это даст вам дополнительный проток зрителей. Что еще важно знать об эффективном маркетинге? Использование инноваций. Нам всем они нравятся. Нам нравится быть на передовой. Мы любим тратить на это деньги, особенно последние несколько лет. К сожалению, сейчас какой-то потенциал потерян, и мы забываем об этом. Иногда мы реализуем хорошие идеи, но внедрение инноваций — это процесс. Необходимо понимать их ценность. Необходимо понимать, как они взывают к людям, как они влияют на них, и как это помогает вам улучшать ваш сервис и повышать спрос. Хороший маркетинг приводит к спросу устойчивому и значимому. Опять же, хочу рассказать вам о своем собственном опыте. Очень часто мы концентрируемся на чем-то, что для нашего бизнеса не имеет большого значения. А то, что могло бы повлиять на него, мы оставляем за скобками. На самом деле, нам кажется, что внедрение инноваций позволяет нам осуществить качественный скачок, но на самом деле мы лишь латаем заплатки. Одна компания в Европе решила брать больше денег за длинные фильмы. Если фильм длится более чем какое-то количество часов, скажем, два часа, они берут дополнительно один евро. Вопрос, зачем они это делают? Они говорят, так как клиенты арендуют у нас места, соответственно, эти места стоят нам денег, и мы должны брать эти деньги у клиентов. Получается, что если фильм идет на пять минут длиннее, вы платите еще один доллар. И таким образом, получается, фильмы становятся дороже. Это кажется обманом. Но на самом деле, когда я спросил у них, сколько фильмов, которые вы крутите, у вас выходят за эти временные рамки? И они сказали, ну, около четырех. Я им говорю, ваша ценовая стратегия отвратила больше людей, чем она привлекла. и они только сейчас об этом задумались. Получилось, что они сконцентрировались на лишь очень малой аудитории, на очень малую группу людей, и им казалось, что это умно, но клиенты жаловались. Итак, обращайте внимание на крупные вещи, прежде всего, и именно они смогут повлиять на ваш бизнес и изменить его. 50 секунд. Вот и все. Я уложился в 15 минут. Надеюсь, что я время свое исчерпал с пользой и с удовольствием с вами пообщаюсь, если вы хотите поговорить о том, что делают различные компании по Европе. Надеюсь, мы с вами еще пообщаемся. Спасибо огромное. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ